Мой доклад называется «Отключение Великой Победы в жизни внуков, правнуков, поколений победителей». Ну, я являюсь правнуком, то есть мои дяди не воевали, потому что были младенцами в это время. Вот, у меня воевали братья. Какие значения для меня лично, для моего поколения может иметь эта война, эта победа? Ну, во-первых, то, что мы сейчас существуем физически, да, вот вы видите фотографию плана ОСТ, согласно которому большинство из населения славян подлежало, ну, либо депортации на Сибирь, в частности, либо уничтожению, то есть там, как бы, я немножко видел разную информацию по этому поводу. Вот, то есть мы с вами сейчас здесь есть, мы живем, у нас есть дети у кого-то, уже внуки. Вот, это все благодаря подвигу наших детов, наших прадедов. Война все-таки это зло, об этом нам говорит церковь, вот, но в то же время болезнь человека, допустим, это тоже зло. Но иногда получается так, что Богу приходится это применять в отношении нас. Вот, вы видите, некоторые события из нашего прошлого, после 17-го года, это отступление наше от Бога, от веры, вот, и говорят, что как раз-таки война явилась таким следствием нашего отступления от Бога. Сколько вера — это главное в нашей жизни, ну, и Богу приходится как-то нас немножко доставлять все-таки на путь истинный. Вот, то есть получается в каком-то смысле для нас война — это было благо. Может быть, звучит так немножко непонятно, потому что война была уж очень страшная, уж очень тяжелая, но раз Бог это попустил нам, то значит, то, от чего нас избавила эта война, является еще большим злом. Вот, такая вот у меня мысль зародилась, не знаю, понятно ли я это изложил, то есть Господь, попустив нам некоторое зло, избавил нас от большего зла. Соответственно, отступление от Бога, от веры — это хуже, это страшнее той войны, которую мы прошли. Вот такие вот выводы я сделал. Может быть, можете быть согласны, можете быть несогласными. Вот, то есть, несмотря на то, что мы прошли такие ужасы, это вот Минск разрушенный, ну, значит, нам это нужно было. В частности, люди советские проявили в этой войне жертвенность, проявили мужество свое, и думаю, что таким образом Господь многих людей спас. Благодаря победе наших предков мы не только существуем физически, то есть, мы живем, мы свободны, но в то же время эта война нас избавила от духовной погибели. И дальше, следующий вопрос, следующий такой момент, то, что эта война сейчас, вот именно сейчас для нас является примером именно мужества наших дедов, наших прадедов, их стойкость, вот, и их вера в победу для нас очень сейчас важна. Дело в том, что, ну, говорят, что есть такое понятие, как духовная война, да, духовная война, вот, и сейчас она идет самым активным образом, и вот этот пример наших дедов, наших прадедов, их мужество, служит для нас примером в борьбе духовной. Дальше, пожалуйста. Вот, сочетаю вам цитату преподобного поиска Святогорца. Сейчас наш враг — это не Липаша, не Гильдер и не Муссолини, мы сам Тьява. В прежние времена начиналась война, человек шел сражаться с врагом, защищая свое отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты отечества. Мы идем в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам, сжечь наши дома, натругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне Дьявола. Кто с кем — расстановка сил предельно ясна. Во время оккупации ты становился героем, если не приветствовал немца. Сейчас ты становишься героем, если не приветствуешь Дьявол. Вот это слова преподобного поиска Савтогорца, который, кстати, сам участвовал в войне. Он не во Второй мировой, он в то время был подростком. Там у него дальше была гражданская война. Вот, то есть сейчас, ну, может быть, нам и предстоит, конечно, еще защищать свою Родину. Но в смысле физическом, ну, даст Бог, чтобы нам такой возможности не выпадало, конечно. Вот, но нельзя забывать о войне духовной. И ведь эта война, она имеет гораздо большее значение. Потому что, если фашист, он нам хотел причинить какое-то страдание временное, то Дьявол, он нас направляет на погибель вечную. Соответственно, та война духовная, которую мы ведем, она имеет гораздо и гораздо большее значение. Вот, и если мы, вот, допустим, смотрим, да, какой-то фильм там про войну, и вот так вот ненавидим фашиста, там, или какого-нибудь полицаева, вот так вот отрицательно к ним относимся, так скажем, то гораздо большее мы должны ненавидеть дьявола и грех, на который он нас направляет. Мы, к сожалению, почему-то вот грех любим. И вот как преподобный Паисий выражался, приветствуем дьявола, да, и стыдимся Христа. Ведь, получается, это то же самое, что сказать «хайд дьявол», если мы следуем за грехом, если мы не работаем над собой. Вот. Также вот мы осуждали тех, кто, ну, если кто-нибудь, допустим, избегал, да, от сражений, где-то пытался во время той войны укрыться, если как-то отсидеться, вот, он автоматически становился предателем. Вот. То есть мы не говорили, что он занимает какую-то нейтральную сторону. Нет. Если ты бездействуешь, соответственно, ты автоматически становишься предателем. То же самое и сейчас. Если мы не живем духовно, если мы не боремся за грехом, то мы автоматически, ну, надеемся, что нет, ну, велика вероятность того, что мы становимся не на сторону Христа. И с этой точки зрения память о тех сражениях, о подвигах наших дедов и прадедов является для нас очень важным. Очень важным примером. именно сейчас не просто для того, чтобы помнить, а для того, чтобы это применять в своей жизни, как пример. Вот. Ведь если мы не живем духовно, то мы способствуем увеличению зла в этом мире и, ну, тянем за собой других людей. И после этого мы, мужчины, боюсь, что не сможем называться мужчинами и защитниками. Поэтому, ну, может быть, нам иногда кажется, что, ну, никакой войны такой особо нету, да? То есть вроде бы нигде ничего не взрывается. И поэтому, ну, мы так успокаиваемся, все вроде бы хорошо. Вот. Но ведь все мы знаем обстановку в мире, все мы читаем новости, знаем, что происходит, знаем, какие развалы сейчас в семье, знаем, что нам проповедует Запад, какие развраты, знаем проблему абортов, наркомании, суицида. И ПАКИ и ПАКИ заявляют и техно-ученые о том, что наша клиническая ситуация является критической. Вот. Это уже не раз заявляется. А поскольку, по слову Церкви, все это является следствием духовного состояния человека, все эти проблемы — это лишь внешнее проявление нашего духовного состояния. то сейчас наша первостепенная задача как раз-таки налаживать свою духовную жизнь. Это нужно нам, это нужно нашим близким. Говорят, что мы должны извлекать какие-то уроки и истории. Я думаю, что отступать от веры, от Бога — это неправильное направление. Такой урок мы должны извлечь из той войны. И дай нам Бог быть мужественными воинными престоловами. Спасибо. Любовь, Любовь. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.